Зима-весна 1820 года. Ну, во-первых, испанская революция 1 января аж 1820 года ровно случилась. Испания все-таки была европейской страной, во всех процессах участвовала. Я периодически тут упоминаю еще в эпоху просвещения были реформы либеральные в Португалии, в Испании. Ну, она отставала промышленно, однако пошел промышленный переворот, и во всех странах начали появляться крупные фабрики, особенно в Каталонии в данном случае много, предприятий было больших, до 800 человек. Мануфактуры, первые паровые машины, все это все равно Испанию все это затронуло. Кроме того, прошла война 8-14 годов, в процессе которых собрали кортесы, кортесы дали либеральную конституцию, все длительно находилось под английской оккупацией, либералы всеместные думали установить режим, как в Англии, а в 14-м году король вернулся и все вернул к абсолютизму. Еще один фактор, который революции способствовал, это то, что Испания вообще-то состояла из двух частей, примерно как сейчас Россия состоит из России и Сибири, вот Испания вообще-то состояла из Испании и Америки. Так вот, Америка отделилась. Это привело к жуткому разорению, опять же, с одной стороны, традиционных всяких купцов, дворян и прочее, и с другой стороны поднимались те люди, которые в этой ситуации смогли как-то сориентироваться, переориентировать экономику на Францию или на внутренние какие-нибудь. То есть, в общем, ситуация была крайне нестабильная, а феодальный-то режим, он рассчитан на условия стабильности. Вот в чем плохие-то традиционные ценности, они именно своей стабильностью и плохие. Вот они гордятся тем, что тысячу лет мы сохраняем один и тот же порядок, да, так это и плохо. Потому что в Испании были заложены такие отношения, которые вот ориентированы на то, что ничего особенно не будет меняться столетиями, да, а все поменялось очень резко в начале XIX века. Другая совершенно техника, другая экономика, другая политика. Ну, а там сохраняются порядочки, которые там в каком-нибудь XV веке установлены, да, в Испании. Конечно, это мешает. Конечно, все понимают, что мешает. А раз ситуация критическая, это мешает критически. Две трети земли в руках дворянства и церкви. Система майоратов не давала продавать землю буржуазии. Многочисленные феодальные повинности на крестьянах, что приводило к тому, что крестьяне работали на феодала, сами, значит, с трудом там богатели, с трудом внедряли какие-то вот новые методы в производство. Тем не менее, часть из крестьян уже выкрутилась, была более-менее богатой и, соответственно, политически активной. Потому что они могли, так сказать, хотя бы в своей деревне собрать какую-нибудь банду и какие-то вопросы порешать сами. Церковь, понятно, что мешала развитию науки. Науки-то никакой не было, вся наука была там, где церкви не было. То есть, в Англии и во Франции, в Испании, конечно, не было науки. Ну, как сейчас в России, какая в России наука, когда у нас тут богословие наука считается. Никакой науки в России, конечно, нет и быть не может, и в Испании не было, это понятно. Другой вопрос, что машины-то из Англии завозили, и все равно, так сказать, фабрики-то строили постепенно, даже и в тот период. Рост цен, кризис, все равно так или иначе все переходит в рыночное. То есть, допустим, купить-то все равно на рынке все вещи. То есть, если дворянин в городе живет, он все равно же не может так жить, что на него просто работают крестьяне, он выдаст что-то покупать. То есть, рыночные отношения все равно развиваются. И как и у нас в XIX веке, дворянство испанское из этого всего только такой выход находило, что обложить крестьян налогами еще больше. То есть, вот в условиях, когда дворяне уже, так сказать, не справляются совершенно испанские, это очевидно, они все больше обкладывают там крестьян, это вызывает недовольство крестьян. Помимо этого, часть дворян разоряются, часть дворян переходит к капиталистическому хозяйству, очевидно, что крестьяне неэффективно работают, то есть, дворяне нанимают там батараков и так далее. Как и у нас, это все дворянство тесно связано с буржуазией. То есть, нет на самом деле между ними четкой границы. Вот эта вся теория, в общем-то, марксистская о том, что дворяне и буржуазия в антагонизме находятся как два разных эксплуатарских класса, этого не наблюдалось и во Франции. Все-таки верна теория анархистов о том, что в антагонизме постоянно находятся трудящиеся и те, кто паразитируют. А дворяне в основном группа паразитирующая, буржуазия частично трудящиеся, вот те, которые реально организуют производство, частично тоже паразитирующие. Паразитируя часть буржуазии, конечно, сливалась полностью с дворянством, то есть, скорее нужно противопоставлять паразитический класс и трудовой. Но, тем не менее, короче, получается, что всем, кроме дворян, все вот эти феодальные порядки мешали. Кроме того, распространились уже давно идеи либерализма, и даже эти самые дворяне, разоряющиеся, все равно считали, что они должны участвовать в управлении, что не только король должен распоряжаться. Ну и прецедент уже был. Кортесы собирались, уже конституционные монархии проглашали в Испании. Кроме того, все знали, что в Англии конституционная монархия, она ничему не мешает, и США, республика и так далее. Примеры давили. Значит, как и у нас, в основном там выглядело либеральное движение в виде заговоров среди армии. То есть, тоже были декабристы. Но у них там декабристы победили в Испании, потому что все-таки они опирались на серьезное недовольство масс. И серьезное недовольство, прежде всего, вот этого класса, который формировался, такого рыночного уже, который частично включал буржуазию, действительно, частично и дворянство втягивалось. Это похожая ситуация, как у нас в начале 20 века, когда даже вот царь сделал так, что в Думу практически одни помещики голосовали, а эти помещики все равно либералов выбирали. Потому что, ну а фактически на местах-то все эти помещики все равно втягивались в бизнес, все равно они видели, что рыночные отношения как бы победят, и все равно они за либералов голосовали. Ну, за более умеренных. Когда весь народ голосовал, он выбирал левых радикалов и левых либералов, когда дворяне, ну а не правых либералов, но все равно либералов, да. Ну и в Испании в начале 19 века то же самое. То есть почти все поддерживают, на самом деле, правых либералов. Ну, кроме короля. Ну, этот вопрос поправим, да, с королем. Ну вот с королем решили вопрос поправить. Непосредственно причина, как обычно, это войска, которые отправляют на войну, тоже, опять же, как в России, у нас же в Петербурге кто восстал, которых собирались на фронт отправить в 17-м году. А война-то у них в Латинской Америке, причем позорная, неуспешная. Их там метисы успешно бьют, испанцев в Латинской Америке. Вот собрали очередные войска возле города Кадис, то есть на юге, с такой целью, чтобы отправить их в Латинскую Америку. И все понимали, что в Латинской Америке неизбежно всех убьют метисы. Боливар там давно уже наступает, и все равно Америку не вернем. А там как раз были заговорщики из этих обществ офицерских, либеральных, и полковник Рафаэль Риего. В данном случае, короче, не стали убивать командиров, как это случилось в 17-м году у нас, а сами же командиры возглавили все восстание. 1 января 1820 года Рафаэль Риего призвал всех к восстанию и восстановлению Конституции 1812 года. Вот гимн Риего, песня о Риего, это гимн Второй Испанской Республики. Вот та самая Республика Испанская 30-х годов, которые с фашистами воевали, вот ее официальный гимн был в честь Рафаэля Риего, вот этого декабриста испанского. Значит, восстали подразделения под руководством Риего, они город Кадис не смогли взять и начали отступать. И даже, в общем-то, проигрывали. Там 2000 восстало и к концу военных действий где-то 20 человек только с этим Риего остались. Но вот сам прецедент, что на юге уже войска восстали, вызвал мощное волнение по всей стране. Февраль, март, где вот как раз вот эта вот буржуазия, которая в городах вместе с дворянами, которые в рынок втягиваются, вот это все движуху возглавили. 6-7 марта были массовые выступления, в том числе вооруженные в Мадриде. И таким образом, хотя сам Риего, так сказать, проиграл, да, на юге, а страна вся восстала и, получается, наоборот, выиграл. Все, 7 марта король подписал конституцию, что будет созван Кортесы, созван парламент, упразднил инквизицию. Вот насчет церкви все были в Испании прежде всего недовольны, потому что Испания страна католическая, эта церковь и выступала главным институтом католицизма. Поэтому там хуже на самом деле к церкви относились, чем даже в нашу революцию. То есть у нас как бы православных еще оставляли, а когда революция 30-х годов в Испании была, анархисты просто истребляли физически священников. Поскольку они их считали вообще полностью, значит, просто феодальным институтом, однозначно реакционным, сам факт, что кто-то священник уже был преступлением в глазах испанских левых. Ну, в революции 820-го года так не было, но церковь прежде всего ограничивали во всех правах. Инквизицию сразу распустили, свободу религии сразу прогласили, и свободу слова. Правительство сформировали из правых либералов, которое начало подготовку парламента. Как и у нас в Перестройку. Повсеместно открылись всевозможные клубы, кстати, как в 17-м году, политические клубы во всех там городах, 250 патриотических обществ, и там всевозможная вот интеллигенция, военные, предприниматели, вот этот обычный класс, который, кстати, все революции поднимает. Понятно, что не уборщики мусора там сидят в этих клубах. Там все, кто может обсуждать эти вопросы. Но вот там они все обсуждали, и это явилось основной движухой революционной на местах. Я в Перестройку сам в работе таких клубов участвовал, представляю, как это выглядит. Думаю, что в Испании примерно так же. Эти самые клубы на местах формировали отряды национальной милиции, то есть ополчение местное, которое выявляло контрреволюционеров и боролось с ними. В качестве контрреволюционеров в основном крупные феодалы рассматривались, и церковники. Ну и так же все сторонники абсолютной монархии. Латники. А вот эти самые Риего, которых возглавил полстанцы там, они сформировали армию наблюдения, которая наблюдала, значит, за контрреволюционерами, чтобы никаких мятежей не было. Ну, то есть в Америку они не поехали. Своего они добились. Вместо того, чтобы в Америку поехать, где индейцы страшные, они в Испании стояли, так сказать, и контрреволюционеров искали. Однако во всех этих клубах, в национальной милиции, в армии наблюдения, естественно, везде господствовали левые либералы. То есть в правительстве сидят правые либералы, и на них король опирается. Естественно, на местах левые господствуют, как во всякую революцию, которые выступают за решительные перемены, а нахер революцию делать надо, естественно, самые решительные перемены, какие только возможно. Естественно, поскольку у них своя армия была, вот эта национальная милиция, они выступали за расширение ее всяческих полномочий, чтобы они могли всех контрреволюционеров прижать. Их поддерживали широкие круги городского населения, они там захватят какого-нибудь попа, имущество раздадут бедным, авторитет у них хороший там был. То есть они устраивали погромы против богатых, под предлогом, что богатые против революции, и имущество раздавали бедным, как полагается, подлинным революционерам. Крестьяне немедленно начали бунты, явочным порядком перестали платить феодальные повинности, и вообще какие бы то ни было налоги, кое-где они начали делить землю. В общем, крестьяне немедленно за землю, за волю, за народное дело тоже поднялись. Тем не менее, вот я говорю, выборы вещь такая, что она часто подделывается. Несмотря на то, что вот эти все факты говорят о том, что на местах левые либералы господствуют, на выборах победили правые либералы, очевидно, подделав выборы. Так как правительство было у правых либералов, вот выборы, которые провели в июне 2020 года, привели к тому, что господствовали в Кортесах все-таки правые либералы. Ну, возможно, из-за цензы, потому что голосовали в основном же богатые, на местах все участвовали в политике. Ну, однако же, они провели серьезные реформы демократические, это все-таки либералы, хоть и правые. Они отменили все средневековые ограничения, которые там были, цеха, там всякие монополии, таможни между провинциями и так далее, там дохрена чего было. Полную свободу торговли, то есть все порядки традиционные отменили, свобода торговли, делай что хочешь, значит торгуй как хочешь. Свобода слова, свобода религии, ликвидировали все католические ордена, всякие там францисканцы, доминиканцы, и начали конфискацию имущества монастырей активно. Монастыри захватывали, объявляли государственными, распродавали. Меры против церкви жесткие принимали, все либералы Испании были хором против церкви. Отменили майораты, то есть дворяне могли продавать свою землю, в результате множество бедневших дворян попродавало свою землю капиталистам, то есть буржуазия усилилась. Феодальные повинности боялись отменять, однако крестьяне требовали, ну то есть там крепостного права жесткого не было, но было множество других всяких повинностей, нерыночных. Если так вот по гражданскому праву капиталистическому, крестьяне рассматриваются как арендодатели, никаких личных прав на крестьян не может быть. То есть там, ну примерно, вот мы допустим снимаем квартиры, мы просто заключаем договор и знаем, доплатим за квартиру, в этой ситуации все часто находились. По феодальным понятиям, если ты у кого-то снимаешь квартиру, он, допустим, может к тебе там приходить, значит, трахать тебя там в задницу, не знаю, заставлять тебя вкалывать у него на даче, там, когда он захочет и так далее. То есть личные права были у арендодателя по отношению к арендатору. Это понятно, что идиотизм, но вот так такие феодальные. То есть они считали, что если крестьянин у него землю арендует, то он его человек, вот феодальные понятия, что это значит вот его, так сказать, ну не раб, да, но вот подчиненный ему такой боец, короче. Идея иерархии это постоянная. Ну потому что, в принципе, сам феодал тоже был таким вот бойцом у кого-то еще более высшего. У них просто лестница в голове, но это с любым ватником можно поговорить, у него такие же понятия. Рыночные понятия какие? Что он просто снимает у него землю. Вот за землю мы должны платить, а больше ему на них я не должен просто, абсолютно, это равные люди на самом деле. Просто у одного есть земля, а у другого нет, и у кого нет, он снимает землю в наем. Все, это равные люди во всех отношениях. Никаких личных прав нет. Ну вот личные права оставались, однако под давлением крестьянства в июне 1821 года даже право либеральной кортесы отменили сеньериальные права, всю юридическую и административную власть, феодалов на их территориях и множество всяких других. Единственное, что, естественно, оставили они плату за землю. Если феодал доказывал, что земля его, то крестьянин эту землю возделал. То есть земля не передавалась крестьянам, крестьяне все равно считались арендаторами. Но все личные права отменили. Однако же король Фердинанд категорически в этом уперся, потому что это делало страну уже точно, значит, не феодальной. И король наложил вето, чтобы конституция у него была вето, король наложил вето на закон об отмене прав феодальных. Поэтому этот закон в силу не приводился в связи с тем, что революцию фактически руководили все равно правые либералы, сидевшие в Мадриде. Ну, они меры принимали против движения на местах, в частности, они распустили эту армию наблюдения, в которой левые господствовали. Потом они ввели частичное ограничение свободы слова, потому что первоначально там совсем все распоясались. Определенную цензуру где-то к концу двадцатого года все-таки ввели. Но в целом это ослабляло революционеров и усиливало правах, потому что все равно эти центристы и правы либералы не удержались у власти. Ну и дальнейшая история испанской революции я потом расскажу. Ну, в двадцатом году революция в Испании все равно определенно есть, и вся Европа в ужасе. От того, что революции все равно вернулись. Они же думали, что Наполеона раскромили, а революции больше не будет. В двадцатом году Белинсгаузин и Лазарев якобы открыли Антарктиду, что никем не признается, значит, кроме русских. Ну, об этой экспедиции все равно надо рассказать. Это важная антарктическая экспедиция российская. Безусловно, они совершили кругосветное плавание, они открыли множество островов, в том числе в районе Антарктиды. Ну и вот эта дискуссия о том, кто открыл Антарктиду, она тоже сюда относится. Экспедиция отправлена была в 1819 году. Инструкция подписана 22 мая царем была. Целью было открытие всевозможных земель именно к югу, употребить всевозможные старания, величайшие усилия для достижения, сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли и не оставить всего предприятия иначе, как при непреодолимых препятствиях. То есть, все-таки, целью у них была действительно открыть Антарктиду, насколько это возможно. То есть, если там какая-либо южная земля. Ну и также совершить кругосветное, безусловно, плавание. Вроде бы, все эти экспедиции были научными, полагалось сажать туда побольше ученых, что, кстати, и было в предыдущих экспедициях кругосветных российских, но в данном случае что-то там все обломились и всего лишь там был астроном Симонов, который никакими серьезными наблюдениями не мог заниматься. Он был единственный профессиональный ученый. Прямые его обязанности были астрономические. То есть, вообще-то, он определял, где мы находимся. Широту и долготу. То есть, как бы вот карты он рисовал. Точнее, карты там рисовали все ребята, все матросы, все офицеры. То есть, он, так сказать, определял просто астрономические точки. Но его также привлекли к сбору растений и животных, набивку чучел. Ему помогали медики, которые что-то там тоже понимали в биологии, но плохо. В целом, в общем, они завалили все эти научные исследования, надо сказать. Вот только географически, потому что из ученых был один астроном. Вот это они сделали географически. А все вот эти этнографические и прочие были завалены. 4 июля 1819 года отплыли Блинсгаузен и Лазарев. 4 корабля, насколько я понимаю. Шлюпа Восток, Мирное Открытие и Благонамеренный. Прошли они до Остана, посетили Лондон, где их снабдили еще приборами. В общем-то, англичане помогали. Закупили всякие консервы и прочее. Тогда уже примерно понимали, что цинга происходит от нехватки витаминов, поэтому с лимонами тоже, да, лимонами уже их обеспечивали. К 1819 году вот это понимание было, что лимоны там надо на корабле держать, иначе цинга. 26 августа они поплыли из Лондона на Тенерифе. Трое матросов получили в Англии венерическую болезнь. В общем, понятно, чем они там в Англии занимались всем экипажем. Доплыли они до острова Тенерифе, испанского как раз, где вот-вот революция будет. Потом пересекли экватор 18 октября, где провели уже праздник Нептуна. Беринсгаузен был единственным, кто ранее совершал, пересекал ранний экватор, поэтому он всех поливал там водой ходил. Пришли они в Рио-де-Жанейро, где был генеральный консул России. Там их тоже встретили, но Беринсгаузен и Рио-де-Жанейро не понравилось. Говорит, кругом всякая неопрятность и мерзостные лавки, в которых продаются негры. Дальше они поплыли, соответственно, на точку, на которой они должны были следования осуществлять, то есть на север, в Южно-Ледовитый океан, на Южную Георгию. Там было лето, там же лето наоборот, в Южном полушарии, поэтому декабрь-март, более-менее было лето, но все равно было очень холодно, потому что они глубоко на юг зашли. Дозорные, которые видели острова, получали награду, поэтому островов там они много видели. Острова называли именами всяких русских, в частности, всяких офицеров, которые были, допустим, остров Лескова в честь лейтенанта Лескова, потом остров Заводовского тоже в честь капитан-лейтенанта Заводовского. В общем, своими именами называли всячески острова и открыли их в большом количестве. Шел все время снег, по праздникам ели щи и пунч, это у них праздничная пища считалась, потом начали охотиться на пингвинов и варили щи из пингвинов. Пингвинов убивали в огромных количествах, прямо неводом ловили их, десятками пингвинов и ели. Потом поймали еще живых пингвинов, на корабле там сделали курятник из пингвинов. Потом начали есть тюлени, которых там тоже дофига было, пытались они морского котика в Россию вывезти, но он издохнет. Все время видели айсберги, успешно их, значит, обегали, да, справлялись, хотя ряд повреждений айсберги нанесли. Воду брали ледяную из айсбергов, причем говорят, хорошего качества им понравилось. Чай они из ледяной воды, ну, говорят, да, полезный чай из ледяной воды. Ну, вот как раз в феврале где-то они видели матерый лед, как они записали, и вот это считается в русской историографии открытием Антарктиды. Но, однако же, к февралю они совсем, между прочим, ослабели, лед они могли даже и, мог уже и грезиться. Полярное сияние они видели. Ну, все-таки Ценга у них нарастала, и вот открывая вот эти острова в ледяных полях, корабли тоже повредились, поэтому они все-таки вышли в Австралию. Тем более, уже кончалось лето антарктическое. В марте 1820 года они были в Сиднее в реке русские, где их очень хорошо принял губернатор Австралии. Они, по крайней мере, там по-английски у них понимали, матросы. Когда они были в Португалии, они там по-португальски никто ни одного слова не знал, поэтому проблемы были. А английский там знали у них многие в реке. Вот, на берегу построили баню, и это считается первая баня в Австралии, которую там русские построили, чтобы мыться. Опять там в Австралии нахватались венерических заболеваний, так сказать, отходили от мореплавания. Потом отправились они в Новую Зеландию, где как раз была война с Маори. Маори к ним отрицательно относились, однако они зарисовали там некоторых Маори, которых там, кстати, истребляли очень быстро. Дальше они поплыли по островам Полинезии, многие острова открыли. Эту экспедицию, которая в районе Новой Зеландии, между Новой Зеландией и Таити. Однако уже большая часть полинезийцев примерно представляла, что такое белые люди, и в основном просто стреляла в них. То есть полинезийцы отрицательно уже относились, они уже насмотрелись на белых и практически сразу их обстреливали. Ну, один только был остров Нигира, где островитяне сами к ним подошли, предложили торговать, жемчуг им продавали. Потом, значит, король этих аборигенов был ими принят этими офицерами, обедал за офицерским столом, его нарядили в гусарский мундир и дали ему медаль с профилем императора Александра, королю этих островитян. Потом им привезли женщину, женщине подарили серьги, зеркало и ее, значит, завернули в кусок красной ткани женщину, а которой на нее была одежда, ее взяли в этнографическую коллекцию, поленезийку. Ну, там множество островов они назвали русскими именами, из этого всего сейчас признаются только острова Араевского. То есть, там всякие острова, Барглая-де-Толли, остров Волконского, Ермолова, Кутузова, они так все это назвали, но сейчас это все не считается, только острова Араевского более-менее признаются. Коралловые рифы, кстати, Белинсгаузен считал, что их создали животные, и тут у него верная была гипотеза, которую потом Дарвин доказал. Прибыли на остров Таити 22 июля 2020 года, где тоже, в общем, их неплохо, значит, приняли, там уже был миссионер, ну и вот, они королем-то считали полинезийца, помары, да, а там был еще миссионер Нот, который постоянно этому королю указывал. Поскольку наши были монархисты, они удивлялись, почему там у них поп указывает королю. Ну, там, кстати, этот король помары был алкоголик хронический, через 18 дней после этой экспедиции умер от алкоголизма, поэтому ему запрещал пить все время алкоголь этот миссионер, чтобы он не умер, блять, раньше времени. А наши этого все не понимали, думали, что король главный. Ну, в общем, там хорошо их, между прочим, снабдили, лимонов там им надавали по 10 бочек на каждый шлюп, чтобы вот от цинги спасаться. Капуста уже кончалась, они капустой от цинги спасались. Ну, надо сказать, что цинготных было мало, хотя были. То есть, даже вот на Таити они там лечили цинготных лимонами. Чем лечится цинга, они уже представляли себе, но такого количества там квашеной капусты или лимонов они все-таки не могли набрать, чтобы там совсем-то уж без цинки быть. После Таити, опять открыв массу островов, они прибыли в Австралию. Потом второй сезон был ноябрь 1820 года, и опять всю зиму. они опять пытались исследовать Южный материк, наблюдали лежбище морских слонов и пингвинов и так далее. Открыли остров Петра I 10 января 1821 года. 5 февраля 1821 года встретились они с Натаниэлем Палмером. Это был 21 год, он был молодой капитан, который скорее всего и открыл Антарктиду. Была встреча Белинсгаузен с этим Палмером, где они обсуждали правда говорят в основном вопросы охоты на тюленей, но не обсуждали вопросы карты Антарктиды. Вот это была встреча с реальным этим парнем, который Антарктиду открыл, скорее всего. Ну и вот опять же спорят не давал ли Белинсгаузен карты Палмеру. То есть наши утверждают что Белинсгаузен открыл, а потом карты Палмеру дал, и поэтому Палмер потом рассказывал, что он открыл Антарктиду. Ну Палмер тоже недоказанно, между прочим, он тоже там больше там в своих мемуарах врет. Что он там врет, хрен проверишь. Ну ладно, после этого значит Рио-де-Жанейро опять у них попередохли всяческие пингвины, которые они с собой взяли, морской котик умер, но биолога у них не было, они как бы взяли образцы этих всех животных, а они у них там все подыхали на корабле. Они хотели их живыми до России довезти. В Португалии революция, которую я скоро расскажу, и поэтому они перевозили короля, то есть из Рио-де-Жанейро они короля везли в Португалию, там про обстоятельства португальской революции расскажу. Доплыли до Лиссабона, в Лиссабоне даже команду на борт не пускали там на берег, потому что там сплошная революция просто шла, и чтобы там никого там не отпиздили по ходу революции, просто всех держали уже на кораблях. Ну, все, 24 июля 1821 года прибыли они в Кронштадт, то есть в Россию 751 день кругосветка. Государь-император лично прибыл, их там всех принял, поговорил с командой, дал всем жуткие награды, повысил чинах, деньги там и все такое, всех наградили, все считается успешно. лейтенант Игнатьев сошел с ума во время экспедиции и в скорости скончался в психиатрической больнице. Черт знает, от айсбергов что ли с ума сошел. Они по полгода среди айсбергов путешествовали ледяных. Значит, по поводу географических открытий. Вот самое такое спорное, это 28 января 1820 года, почему я помещаю сюда, когда они наблюдали ледники Антарктиды. Не доказано, что они понимали, что это реальная Антарктида. То есть, по их наблюдениям, там же они фиксировали широта, долгота, терапыры. Да, доказали, что действительно они были в районе побережья Антарктиды и видели ледник. Но понимали ли они, что это континент, не доказано. С организацией научных исследований, как я говорил, было плохо. Был всего один ученый, который в основном занимался метеорологией, потому что это его специальность была. Занимался измерениями, всякими астрономическими. И в основном он у них там был в общем-то за место штурмана, потому что он определял место, где они находятся астрономическими методами. Лунное затмение он наблюдал. Но, конечно, он по биологии не мог ничего нормально организовать. Медики там помогали по биологии, но тоже не был. Пингвины подохли. Что они смогли, там эти не специалисты, они описали из растений, животных. Конечно, там в Антарктиде оригинальная всякая флора и фауна, но специалистов не было. И, в общем, в этом плане у них результаты были плохие биологические. С островов Океане вывезли много всякого оружия, там всяких украшений и так далее. Но это уже этнографические наблюдения. Беринсгаузен написал отчет в 1824 году и ему сразу русские говорили, что надо отчет, потому что эти все открытия будут оспариваться иностранцами. Неплохой атлас составил Беринсгаузен, 19 карт. Вот эти все острова вокруг Антарктиды определенно они открыли, входило в карты экспедиции, тогда уже хорошо было с картографией, все написал, нарисовал. Тем не менее на Западе это все было мало известно, вот из-за того, что Россия была категорически отсталой и по большей части эти все острова потом переоткрывали западные исследователи и приписывали себе, потому что просто не знали, что Беринсгаузен открыл. По поводу Антарктиды, вот относительно того, что они видели действительно на побережье Антарктиды, Лазарев использует термин матерый лед. Это на сибирском языке. Ну, очевидно, Лазарев на северо-русского происхождения. В связи с тем, ну, так как русский язык, значит, был все еще не развит, Лазарев не может описать это на русском языке и описывает это на северо-русском языке. В связи с тем, что слово матерый непонятно, значит, с точки зрения официального русского языка, вот они и дискутируют. Значит, наши сталинские все эти пиздюки, как обычно, врали и интерпретировали слово матерый как так, что они там открыли материк. То есть, думали, что вот это означает, что лед материка. Видимо, так выразился, значит, Лазарев, по мнению сталинистов. Ну, вот с точки зрения северного русского языка, который, вот я, в частности, реконструирую, матерый, это значит, что просто он толстый, сильный, главный, такой старый лед. То есть, фактически, он имел в виду, что он видел много льда такого старого и крепкого. Никакой идеи континента тут в данном случае нет, с точки зрения вот тех русских диалектов, на которых, видимо, Лазарев разговаривал и был вынужден оттуда употреблять слова, так как в русском еще этого ничего не придумали. Ну, в общем, так или иначе, слово континент нет, поэтому лед они видели, видели, что лед там серьезный, большой, но как континент не интерпретировали. До сталинского периода, то есть, до 1948 года, все считали, что Антарктиду открыли либо Палмер, который видел берега Антарктиды 17 ноября 1920 года, либо Брансфилд. Скорее, Брансфилд, то что Палмер об этом рассказывает в своих мемуарах, которые были написаны гораздо позже, а Брансфилд, скорее всего, да, открыл Антарктиду. Однако же, после 1948 года, сталинские все ребята, как обычно, совершили, так сказать, открытия, в кавычках, которые они всегда совершали. И вот на основании этих дневников Белецгаузена они все хором утверждают, что Антарктиду открыли русские. Связано это было просто с тем, что как раз в 1948 году начали делить Антарктиду. И там выделили какие-то зоны Аргентинии, Австралии, Чили, Франции и так далее. Великобритании, которые все уже к тому времени долго исследовали Антарктиду, имели там какие-то станции или собирались иметь. Вот с такой целью, чтобы там дали кусок Антарктиды также и Советскому Союзу, провели специальное собрание географического общества СССР, на котором установили, что Антарктиду открыли русские и потребовали большой кусок немедленно Антарктиды себе. Ну, я говорю, вот грош, цена этим всем открытием в кавычках сталинских этих специалистов. Это все перепроверять надо. И в том числе в плане истории русского языка. Вот эта вся картина, которая до сих пор официальная российской наукой навязывается, это не больше, чем открытие Лазарева в Антарктиде. Просто им надо было такую картину нарисовать, они нарисовали. При этом они притягивали все факты за уши, как вот и в данном случае. Поэтому и вот этот учебник по истории русского литературного языка вузовский можно просто задницу потереть. Это типичное открытие в кавычках сталинских академиков о нашем героическом прошлом. О вечном русском языке, который был там с Киевской Россией и так далее. Ну то же самое вот и здесь, значит. Открыли Антарктиду русские. Это господствовало полностью, во всех учебниках было, при Брежневе тоже, и до сих пор позиция отстаивается. Были такая история географических открытий Магедовича лежала в библиотеках, я тоже ее в детстве читал. Официальное такое издание 70-х годов, где подробно описывалось, что Антарктиду открыл Лазарев, Беренгаузин и так далее. Значит, современная позиция. Вот примерно в 19-20-м годах действительно уже все подбирались к Антарктиде и были следующие наблюдения. 19 февраля Уильям Смит, англичанин, наблюдал Южные Шотландские острова 19 февраля 19-го года. Потом 30 января 20-го года Брансфилд наблюдал действительно гору в Атлантиде, то есть действительно наблюдал материковую часть Антарктида. При этом да, он полагал, что это берег материка. То есть наиболее вероятное 30 января 1820-го года вот открытие Антарктиды англичанин Брансфилд. Беллинсгаузен 17 февраля 20-го года, то есть через две недели после Брансфилда действительно наблюдал шельфовый ледник, но не думал, что это материка. То есть не доказано, что они воспринимали это как континент. Ну, получается, вот Брансфилд и Беллинсгаузен примерно в одно и то же время действительно наблюдали берег Антарктиды, при этом Брансфилд понимал, что это континент, а Беллинсгаузен не знал. Они просто написали, ну, видели много льда, на все. Континент или нет, они не установили и не подплыли туда. Но, как водится у нас по таким вопросам, дискуссия бесконечная, примерно как Курильские острова же, кому принадлежат. Издаются огромные монографии, русские одно доказывают англичане, другое. На этом все и осталось в этом положении. Гражданская война в Аргентине коротенько, как раз в 20-м году они там что-то в очередной раз взяли Буэнос-Айрес, поэтому сюда, наверное, расскажу. Вот это иллюстрация того факта, что если нации не сформировались естественным путем, имея язык, культуру и так далее, когда отделяются как регионы, о чем у нас некоторые эмигранты мечтают, происходят обычно гражданские войны. Это худший вариант. Они, если бы хотели что-то развить, им надо было поддерживать сибирский язык этим либералам. Они 20 лет болтают, что и так все развалится, оно не разваливается, а если развалится, будет плохо. 20 лет было на развитие сибирской культуры, ни один из этих либералов и жопой не пернул, чтобы помочь группе сибирского языка. Теперь у нас Путин, теперь у нас все запущено, и даже если произойдет федерализация России, будут серьезные проблемы с границами, потому что сибирская культура не сформирована как единая какая-то. Это я в своем. Теперь я перехожу к Аргентине, в Аргентине вот именно что не сформировалась нация, поэтому немедленно началась гражданская война сразу после образования независимости. Я ранее рассказывал, что в 16-м году провозгласили независимость Аргентины, так вот это уже на фоне войны. Это уже одна из группировок собрала парламент, провозгласила независимость, а уже шла война между всеми. Как я уже говорил, сначала делился Парагвай, потом начали воевать за Уругвай, Уругвай оставили испанцев и сделали это зоной между Бразилией и Аргентиной такой непонятной. В результате сторонники независимости бежали в провинцию Энтририос, то есть там рядом, где такой был Артигас, он возглавил этих уругвайцев и тоже провозгласил независимость. Они выдвинули лозунг федерализма, то есть каждый район пусть будет независимым, а центр будет минимально регулировать. Все эти отношения, примерно такая была у них программа, и к этому присоединились всевозможные местные авторитеты. В противовес этому те аргентинцы, которые выступали за единое государство метисов, кстати, которое включалось и Боливии, и Чили у них, то есть они считали, что на всей Южной Америке нужно сделать единое государство. Вот они собрали Тукуманский Конгресс, провозгласили независимость Аргентины и нарисовали там границы аж до Перу. Правителем избрали генерала Хосе Рондо, который, в общем-то, как раз воевал за Боливию, за присоединение Боливии. Многие провинции против этого восстали, аргентинские, и перешли на сторону федералистов. То есть они были против централизованных, в общем, они выступали за независимость каждой провинции, с минимальной какой-нибудь, может быть, конфедерацией этих всех провинций. К 15-му году уже довольно сильно разрослось это восстание. Я не буду называть бесконечных полевых командиров, каждый из которых отделился, и страна вся полностью пошла в хаос. Вот примерно линия фронта на 16-й год. Вот красным это лига этих самых по облас либрес, то есть федералистов. Вот красным это все контролирует всякие полевые командиры и всякие лидеры местных этих районов. Легко заметить, что в это красный входит у них Уругвай, на котором они первоначально и базировались. Вот светло-голубой это у нас Конгресс от Докуман, это у нас унитарий, то есть который считает, что надо значит единую Аргентину. Чили у нас полностью отделилась, хотя первоначально тоже хотели его включить. И в Альта-Перу это значит у нас Боливия по сути там идут военные действия с испанцами параллельно. То есть там у них часть воевала с испанцами, а часть воевала уже между собой. И это немедленно практически началось еще даже до того, как официальная независимость проглазили. Ну вот в связи с тем, что никак эти границы этнические не были обоснованы, везде жили одни и те же метисы примерно, и в результате каждый там лидер местный он считал, что нужно отделиться и вообще всех послать нахер. Помимо этого действовались возможные банды в этом хаосе, проснулись индейцы, которые начали всех грабить. И там еще у них были же индейцы с юга, вот Пеблос, Орегинариус, это же у нас Орегинариус, это индейцы у нас, они начали набеги и всю эту территорию терроризировали, так как не было никакой серьезной там армии, восстанию хаоса. Надо сказать, что федералисты тут в красный свет окрашены еще потому, что они были радикалами, они проводили социальные реформы, конфискацию там о богатых и так далее, то есть они более такие были левые, а конгресс тукуманский были унитарии, были более такие правые, были среди них еще и политические разногласия, но в таких реальных условиях, когда там в каждой деревне еще свой какой-нибудь есть авторитет и там всем распоряжается, все это в общем-то приводило к дальнейшему хаосу. То есть были региональные отличия, политические отличия, на самом деле какого-то единого там фронта не было, там с обоих сторон какие-то вот отдельные отряды, которые сами себе подчиняются, только формальные они там за одну либо за другую сторону, и они могут между друг другом воевать. В это время Хосе де Сан-Мартин освободил Чили, как я уже говорил, он в принципе привел туда аргентинцев, значит, начали требовать эти самые тукаманские ребята, чтобы Сан-Мартин из Чили вернулся и дал пизды вот этим всем, которые восстали сепаратистам уже от Аргентины. Сан-Мартин послал их нахуй и продолжил борьбу с Испанией, сказал, что я не собираюсь там участвовать, опять устроили какую-то разборку и ни хрена им не дал. Вместо этого из Чили пришли ребята Каррероса и штурманули значит Буэнос-Айрес чилийцы. Ну, там еще всякие другие были лидеры, которых я и называть не буду, а то сейчас будут длинные списки Рамирес, Лопес и так далее, которые нам неизвестны. Однако, значит, эти чилийцы тоже начали грабить всю Аргентину и Каррера вообще считал, что нужно захватить теперь Чили. Там в Чили была диктатура Охиггинса и в общем втянуть аргентинцев еще перенести гражданскую войну на территорию Чили. Ну, это вот привело где-то, значит, к концу 20-го года повсеместно провозгласив Сижнеполе всякие независимые республики, такие как Республика Антрариус, Республика Тукуман и так далее. Все это между собой воевало. Я говорю, я не буду перечислять деревни бесконечные аргентинские, под которыми были сражения, а также длинные списки генералов. Ну, в общем, надо, в общем, зафиксировать то, что где-то к 21-му году Аргентина окончательно развалилась. набеги индейцев, каждый там военный проразглашал себя так же губернатором чего-нибудь хотя бы, захватывал какие-нибудь территории и все друг к другу воевали. Более-менее это все стабилизировалось только к 1824 году, ну, и о дальнейшей истории Аргентины я более-менее буду рассказывать. Для войны с испанцами вывод какой, что в Боливии, вот сейчас в Боливии будут бои и так далее, Аргентина ничего уже не могла выставить, она вся полностью пошла гражданскую войну, поэтому Чили фактически самостоятельно освобождала Боливию и там частично первых. В то же время я говорил, что в Венесуэле и в Колумбии смогли с этим справиться, несмотря на то, что серьезные проблемы были. И вот была послушена Великая Колумбия, получилось, что на севере имеется крупное государство, унитарное, где подавили временность сепаратистов, хотя они потом снова вылезут. И вот именно оно теперь пытается объединить всю Латинскую Америку, и именно оно в основном воюет с испанцами. Аргентина не может, потому что она в полном бардаке.